Игорь Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Это приветствует студия, пресс-центр УФА-арена. Если вы готовы, давайте приступим к работе, после матча, пресс-контеренция. Игорь Валерьевич, пожалуйста, ваши комментарии по игре. Ну, ребята хорошо сыграли, в принципе. Понимали там проблемы УФА, дали своей молодежи сыграть сегодня. Они, в принципе, достойны воспользовательным санксом. Готовимся. Серия продолжается, а что я знаю. Коллеги, у кого будут вопросы? Игорь Валерьевич, добрый вечер. Вопрос от «Известий». Скажите, вы Александра Ширыченко не слишком нагружаете? Может быть, давать побольше играть бэкапу? Мы считаем, что та нагрузка, которая сейчас у Александра есть, он может с ним справиться. Плюс первый вратарь должен играть много, качественно. Для того, чтобы этому научиться, нужна практика. Теоретических знаний недостаточно будет. Поэтому только проходя через практику, он может понять, как это быть первым вратарем. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Игорь Валерьевич, вопрос такого плана. Сегодня несколько лидеров ЦСКА отсутствовало, да? В том числе защитник Робинсон, Лайпсик, нападающий Попов. В чем причина? Там разные, скажем так, у кого-то коронавирус, у кого-то повреждения, кому-то дали отдохнуть здесь много, скажем так. Мы не исключение, как у всех команд одни и те же проблемы. И второй вопрос, как раз-таки в продолжении темы Ширыченкова. Вот как скоро ждать вообще Юхансона? Ну, Юхансон, вот, Ларш сейчас на поездку поехал. Пока еще не готовится с командой, но тренируется на льду. Ребритация, курс проходит. Пока не готов еще конкретно сказать. Спасибо. У нас есть вопросы из-за виртуальной студии. Пожалуйста, Дениса Таипова, включите. Здравствуйте, Денис Таипов, Горобзор.ру. А семь матчей подряд не забивали в большинстве. Здесь основная причина в чем? В том, в психологии или там что-то с технической точки зрения не получалось? Спасибо. Ну, я не знаю. Здесь трудно так вот, что это психология или техническая. Я думаю, и то, и другое. Когда нападающие там не могут забить, это психологически на них давит. Но, опять же, это умение преодолевать такие ситуации и отвечает большого мастера. Поэтому мы над этим работаем. Сегодня Сергеев два очка набрал. До этого 19 матчей не забивал. Как вы думаете, повлияло ли это то, что он сегодня в Уфе играл, и с ним не очень хорошо расстались здесь? Я не думаю, что там как-то с ним плохо расстались. Я отожде, но я не слышал ничего плохого про Уфу. Вот. Ну, то, что касается там двух очков, ну, наверное, что все-таки есть какие-то эмоции. Два года провел здесь. Наверное, так. Хорошо, Денис, спасибо. Если вопросов нет, то известие есть вопрос, по-моему, да? Да, у меня еще один вопрос. Игорь Валерьевич, с возвращением к кемпе Локтионов играет на фланге. Он там, ну, останется надолго, или вы будете в центре тоже ротацию применять? Спасибо. Это сейчас ситуация такая, ну, всех команд, что мы не загадываем там, где он будет в краю, слева, справа, в центре. Вот. Мы сегодня встали, нам доктора выкладку дали по травмирным, по заболевшим коронавирусом. И с тех, кто здоров, мы состав сделали. Поэтому мы далеко так не загадываем. Спасибо. Хорошо. Есть ли вопросы в студии у Фариен? Если нет, если нет вопросов в виртуальной студии, давайте, Игорь Валерьевич, тогда отпустим. Спасибо большое на этом просмотре. Всего доброго. Мисс Роллс, please your brief comment about the game. Окей, это был сложный game. Очень хороший соперник. Это был огромный挑戦 для нашего молодого команда. Очень сложная игра, очень солидный, серьезный соперник. И для нашей молодежи это была отличная проверка. Мы начали немного легче сегодня. Мы не играли с боком, мы просто ждали. Мы просто, как бы, мы восстанавливали слишком много соперников в первые 20 минут. Сегодня мы слишком мало, и в самом начале играли с шайбой. Мы, словно, отдавали дань уважения сопернику и ждали. Но это, я думаю, это, как я могу сказать, это не нормально. Но я понимаю, потому что это первое время много наших ребят играли против соперников и против соперников. Таким образом, на сегодняшний день в доме и субботняя игра и родные трибуны поэтому это где-то повлияло. Но второе время мы играли сильнее, и мы находили немного больше для нашего игра. И сегодня, я думаю, очень хорошие 2 power play goals и очень плохие оппоненты. Второе время, unlucky bounce. Я думаю, our D-man's leg или что-то это, unlucky bounce. И это было очень плохое. Same like оппоненты. Third one, power play. little mistake for us and 3-2. And when you play against team like Ceska, at the moment best team in this league. So if you give them 3 goals, it's really hard to win. opponents, they're a really hard-working team. It's really good to see how skillful guys work hard both ways. I mean, offense and defense. and they have really, really strong defense and it's so hard to get in and create scoring chances. But again, we need to see big picture what kind of lineup we have at the moment. And I think that was a really, really good lesson and good evening for our young boys. Now they know what does it mean to play against top team and team like Ceska. So I think tomorrow we are again stronger. Thank you for your questions. Vladimir Bakulin. Vladimir Bakulin. Oficial site. KHL. Tomina, today was your return after the disease. How difficult did you have without hockey these 3 weeks and how did you communicate with the team? Yes, for sure. You live only for hockey here and then you are 3 weeks out. So for sure it wasn't easy. But of course I did a lot of work at home and every morning we had a Zoom meeting with the coaches and afternoon we had a Zoom meeting and evening we did some phone calls and during the game I had all the time connection with the coaches locker room and also I had a connection to the bench. So I worked all the time but I did my work from home. У нас была связь, и всегда был доступ у меня и к тренерам, и к раздевалке. Алексей Горюнов, московский комсомолец. Томин, сегодня у ЦСКА удавалось успешно создавать трафик перед воротами, и практически все шайбы, наверное, из этого и проистекают, дали броски, и вратарь не видел момента броска практически ни разу. Что-то с этим делать нужно, какие меры будете принимать в связи с этим? Да, поэтому я думаю, что они номер один в этой лиге. Они имеют игроки, которые понимают, что это значит, если вы хотите score some goals, и они очень хороши на это. Конечно, мы готовы против каждой команде, что мы хотим убрать нашу net front. Но сегодня противник сделал лучше для противника, чем мы сделали для противника. Я думаю, что это большая вещь, когда мы идем дальше в этой сезоне. И потому что это будет много игроков во время игроков. Поэтому мы должны улучшить эту часть игры. Да, согласен, нам надо улучшать этот компонент игры, потому что, если что касается плей-офф или вообще сезона, то очень много голов забивается в таком компоненте, когда игрок мешает голкиперу, экранирует его. А что касается игры ЦСКА, наверное, это одна из причин, почему это одна из лучших команд в лиге, потому что они отлично выполняют свою работу, и сегодня нападение ЦСКА действовало лучше, чем наша защита. У нас есть вопросы из виртуальной студии. Пожалуйста, Горобзору, да? Здравствуйте, Денисов, Горобзору. Ну, первый вопрос. Томин, как вы принесли такую болезнь, как коронавирус? Было ли вам тяжело? Я был довольно хорошо. В первые 8-9 дней у меня была... потому что у меня была температура, у меня была температура, у меня была температура, у меня тело было немного болезненно, и так далее. Но я думаю, что это было хорошо. Так что я был очень-очень тяжелым, поэтому это может быть самая большая вещь. Но в данный момент я думаю, что я вернулся. Хорошо, что я уже сейчас вернулся. Что касается болезни, то первые 8-9 дней была небольшая температура, была усталость, и плюс болела грудь. А так, в общем, спустя это время уже стало полегче, и я рад, что вернулся. Четыре матча команды руководил Николай Целугин. Вы довольны тем, как он занял должность главного тренера в ваше отсутствие? Спасибо. Да, конечно. Да, конечно. И, конечно. И, конечно. И, конечно. И, как я уже говорил, мы проводили, мы проводили, один час, один час, один час, на телефон. И, конечно. Мы работали вместе. Мы работали каждый день здесь. Так что мы работали, и не было отличий. Но это было только то, что нужно поставить кого-то как head coach. И сначала это был Виктор Кослов, а потом это был Николай Целугин. Как и прежде, мы все работали вместе, дистанционно, все время были на связи, в принципе ничего не поменялось. А что касается работы Николай Целугина, то, конечно же, доволен. Да и, в принципе, кто-то должен был быть главным тренером, сначала это был исполняющим обязанности главным тренером. Сначала это был Виктор Козлов, потом Николай Целугин, так что в этом плане ничего не поменялось. Главное, что мы всегда работали вместе. Как привыкли. Пожалуйста, Замаш Илков. Добрый вечер, Азамаш Илков, медиаканский. Вы несколько раз отметили статус ТСК как грозного соперника, но были уже дважды игры с Акбарсом, играли с авангардом, автомобилистом. Откуда тогда у игроков взялось такое излишнее, как вы сказали, уважение к сопернику? Не было ли Салават слишком осторожным сегодня? Если да, почему? Спасибо. Да, но если вы видели эти игры, то это была самая история, как мы играли против Акбарса. Это хороший пример. Например, в первые 20 минуты, мы были как spectators, так это была самая история. Если это было так просто, что вы возьмите молодые парни из юниорской команды и они сразу начинают играть против лучших команды, на самом уровне, как лучших игроков, то мы не должны платить большие деньги для тех, кто-то. Так что это занимает время, и для некоторых игроков это занимает несколько месяцев, а для некоторых игроков это занимает несколько сезонов. Так что сейчас эта таймлайн очень-очень短, и каждый день ребята учатся больше, и они сильнее. С каждым днем, в принципе, наши ребята становятся все лучше и лучше, но если бы... Да, с Акбарсом был хороший пример. Мы также, как и сегодня, если вы смотрели игру, были словно наблюдатели первые 20 минут. Это как раз-таки есть та проблема. Что касается игроков, то если бы было так легко взять молодых игроков без опыта и поставить команду, когда они давали результат, нам не нужно было платить большие деньги за очень опытных хоккеистов, поэтому в данном случае это сейчас то, что мы имеем, поэтому будем над этим работать. Спрашивали у скринника, видел ли он момент броска в случае пропорчных шайб? Это последний вопрос, спасибо. Нет. Я думаю, что мы все видели, что они сделали очень хорошо скрин. Это единственное, что... Это было очень тяжело. Это было очень тяжело. Сегодня мы, противоположные, они учили все наши штаны от блюда. Только Филипе Ларсон получил уровень поединок. Это было очень хорошо. Но это было очень тяжело. Сегодня было очень тяжело. Сегодня у нас есть разница в том, что... Что касается Скрынника, когда такие братские доходят, хоккеисты должны их, так скажем, съедать, то есть принимать на себя. Уверен, что Скрыннику его очень хорошо экранировали, в этом ЦСКА очень хорош. Что касается нашей игры, то сегодня нам удалось лишь один раз такой момент компонент использовать, как раз когда Ларсон забивал. Так, в этом плане ЦСКА был сегодня лучше. У нас есть вопрос из студии про Уфу. Добрый день, издание про Уфу Екатерина Щуркова. Томми, скажите, как вы чувствуете себя и будете ли вы по приходу легионеров проводить перетасовки в составе? Спасибо. Of course, when you lose the game, you feel bad. But that's a big picture. I feel really good. I'm okay. But about new players, I don't have any answer. And I think it's, so far, during this autumn, my experience at the moment is that we really need to go carefully with the new players. Because this COVID thing is like, it's not easy and it doesn't go so that you just take boys back and they start playing the same level, how they played before when they get sick. So that's why I don't have any answer. I really would like to give an answer for you that guys coming back right away, but no. And I think next two, three weeks, even boys are healthy, we still battle against this virus. But my answer is that the plan is that we're going to take really, really smart movements and we go into a war carefully. What's the case of the new возвращ of the players in the состав, then we should be in this campaign very smart and smart, because, despite that, who may be ready, I can't answer the question on the question, who will be able to play in the next few games. So we still have to be able to do a long time, so we need to be ready for a long time, so we need to be ready for a long time, so we need to be ready for a long time. I think we all would like to see Juha back in line. And same guys like Sharkov, Kadeikin. But like I said, we don't want to take any risk. We know that we want to win these games, but we don't want to take any risk that boys are coming too early. And then we have some other problems. And because this virus, it's not only like you have some temperature and you are two, three weeks out and then you are ready to go. So there is like a lot of things, how it maybe influences your muscles and things like that. So that's why I repeat myself that we don't want to take any risk. So boys practice. I can give you this on that. Boys practicing easily. But back to the line-up. Hopefully against Boris, but I can't say so early. Because there may be problems in the future with the same muscles. So we need to act very carefully. And I hope, yeah, I hope that, of course, the better these players will be in our team. But here we have to act very carefully. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. You're watching the next 5th match for Salavat-Yulaev. How are your feeling? Насколько сложно перестроиться после ВХЛ на хоккей в КХЛ? Ну, в хоккей, конечно, другой уровень. Первые игры где-то все равно получается на эмоциях, таким нахрапом. А сейчас уже сложнее, то есть нужно полномерно просто играть, выходить в каждую игру. Готовимся, что можно сказать. Разбираем ошибки, которых хватает. Поэтому, да, тяжело после ВШЛ. Но никто не говорил, что будет легко. Алексей Горюнов, Московский Мурсомолец. Александр, в прошлом матче с Сибири был дальний бросок, пропущенный сегодня. У ЦСКА почти все сдалека залетело. Вы в первую очередь вините себя или все-таки защитников, которые трафик вам не чистят перед воротами? Ну, я себя в первую очередь спрашиваю. В принципе, вратарь может поймать все шайбы. Значит, нужно искать другие позиции, другие ракурсы, чтобы видеть эти шайбы, чтобы ловить их. Ну, в совокупности, конечно, приводит момент к взятию ворот. Но я в первую очередь себя спрашиваю. Ну, вот у нас, кроме Вихи Метцелов, последнего сезона были достаточно молодые вратари. И в психологии у них, ну, были проблемы психологические. Вы же выглядите достаточно спокойным. Все-таки это то, что вы постарше их или какие-то, ну, личный склад характера позволяет вам оставаться хладнокровным? Ну, здесь сложно сказать. Но если со стороны так выглядит, что я хладнокровно играю, это прекрасно. Внутри-то тоже переживания есть. Но я не знаю, здесь сейчас я смотрю, по лиге молодые вратари так хорошо играют, как будто они всю жизнь в КХЛ. Поэтому я с них уже беру пример, поговорить, что здесь в обратную сторону ситуация. Пожалуйста, еще Азамат Шулуков, Медиа Корсеть. Здравствуйте, Азамат Шулуков, Медиа Корсеть. Сегодня ЦСКА много закрывала вам обзор. В связи с этим как-то менялось, может быть, по ходу игры ваше общение с защитниками? Нам перед игрой показывали, в принципе, мы разбирали видео, что они идут на пятак, закрывают. Да и, в принципе, все знают. Сейчас такой хоккей, сейчас, в принципе, все команды идут и закрывают. Пытались поймать на себя защитники, нападающие. Я пытался где-то увидеть, но, в принципе, видите, не совсем все получилось. А вы видели момент броска хотя бы при одном из голов ЦСКА? Спасибо. Ну, первое точно видел. В меньшинстве. Ну, сейчас после игры, если честно, тут такой туман углубит сложный. Вспоминать надо посмотреть видео, разобрать. Знаете, на эмоциях можно сказать, что видел или не видел, а потом ты смотришь, там перед тобой кто-нибудь стоит, там вообще без шансов что-либо увидеть. Александр, ну, в Салауте Юлаевой есть тренер батарей Вадим Тарасов. Расскажите немножко о совместной работе, что уже подчерпнули для себя, да, какие вот моменты нужно улучшать именно на уровне КХЛ. У нас очень сейчас мало времени так, чтобы прям глубоко заниматься. Подготовка, собственно, игры через день практически идут. Подчищаем мелкие недочеты, что можно подчистить. По мере возможности объясняет мне. Ну, здесь немножечко другой тайминг в этой лиге объясняет, как правильно играть в каких-то моментах, чтобы я лучше читал игру, чтобы я больше успевал, больше видел как раз вот эти моменты с закрытием, ворот с поставлениями, потому что здесь все равно другая идея. Люди принимают другие решения, поэтому, чтобы я быстрее перестраивался под этот хоккей. Спасибо. Коллеги, нет ли вопросов, если нет и студии, тогда Александра Скрынина поблагодарим еще раз. Спасибо большое на это все. Спасибо. До свидания. Данил Аллыкин с нами. Слышно нас? Да, здравствуйте. Слышно. Это пресс-центр Уфа-арены. Начинаем после матча пресс-конференцию. Пожалуйста, давайте, коллеги, сразу к вопросам тогда. Владимир Рубокулин. Владимир Рубокулин, официальный сайт КХЛ. Данил, ну, несколько слов по игре. Почему не получилось сегодня задуманное? Ну, не получилось. Скорее всего, подвели удаление, мне кажется. Вот мое удаление подвело, самый такой переломный момент был. Если бы не оно, то игра бы совершенно по-другому сложилась. Так, ну, не хватило, я думаю, мастерства. Команда у нас молодая. Все-таки не хватает немного опыта. А так, в целом, ну, ничего страшного. Но потихонечку набираемся опыта, готовимся дальше. Алексей Говенов, пожалуйста. За него, ну, вот, что касается удаления, это и не первое, в общем, не только в этой игре, да, вот такие. Где-то все-таки это от большого желания, или от чего вы такие вот? Брак такой технический. Ну, конечно, от большого желания. Хочется как-то сыграть поагрессивнее, где-то прижать соперника к борту, подбить ему клюшку, забрать шайбу. Но иногда получается так, что не очень чисто играю. Уже не первый раз. Данил, ну, сегодня ЦСКА оппозиционно выигрывала, да, вас? Хотя команда, в принципе, молодая, такая достаточно быстрая должна быть, да, я имею в виду вас. Вот что не получалось в этом компоненте, и почему все-таки соперник перебросал более чем два раза? Честно, хороший вопрос. Даже не знаю, как сказать. Скорее всего, то, что мы играли слишком позиционно в обороне, и давали сопернику владеть шайбой по всей зоне, играть с ней, они что хотели, то и делали. Нужно было бы быть чуть поагрессивнее, и была бы другая игра. Азамат Луков, Митя Корсеть, здравствуй. Вы только что сказали, что нужно было быть агрессивнее, а до этого Томи Ламса говорил, что у молодых игроков было слишком много уважения перед соперником. Была какая-то зажатость, может быть, действительно слишком мало рисковали, стоило больше идти в порчек, там, не знаю, бросать со входа в зону, больше в силовую идти. Согласен? Да, согласен. Нужно было поагрессивнее быть, пойти в силовую борьбу. Они тоже такие же люди, как и мы, но с ними можно играть. В принципе, мне кажется, нам не хватило вот этой агрессивности в этом матче. Хорошо. Коллеги, если больше вопросов нет, не в студии, не здесь. Даня, тебе большое спасибо, ты большой молодец. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok